МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 84 миллиона на строительство дорог. Депутаты утвердили бюджет на следующий год. До первой звезды у православных христиан продолжается рождественский пост. Болея не до наших. Хоккейный клуб Саров приглашает болельщиков на домашний матч. Далее расскажем обо всем подробно. Надлежащие и удовлетворительные на заседании Городской Думы депутаты оценили итоги реализации нацпроектов за этот год. Также народные избранники приняли бюджет на 2022-й и изменили формат проведения торгов на размещение рекламных конструкций. Подробности далее. Культура, жилье и городская среда, экология. Заседание Думы начали с подведения итогов реализации национальных проектов. Напомним, на заседании совместного комитета депутата голосования отменили, так как информация о качестве выполнения капремонта школы имени Балакирева и реконструкции детского парка «Сосина» была неполной. Исполнение проекта «Культура» предложили оценить как удовлетворительное, а проекта «Экология» как надлежащее. Проект «Экология» – оценка надлежащее и жилье и городская среда. Несмотря на то, что мы остаемся в кассе с точки зрения формальной оценки, мы можем здесь просить оценку надлежащее, но мы понимаем, насколько это для нас самих некомфортно. Ситуация все-таки тревожная. Мы не выполнили те цели, которые сами себе поставили. Не государство, а мы сами себе. Поэтому здесь просим оценку удовлетворительную. В этот раз народные избранники согласились с предлагаемыми оценками. На заседание обсудили и главный финансовый документ грядущего года. Принять проект бюджета не позволяли две поправки депутатов о реконструкции стадиона 12-й школы и об увеличении финансирования благоустройства округов. Поправки предложили отменить, но с условием, что народные избранники воспользуются правом выдать поручения администрации. Мы можем решением городской думы, это оформляется протокольно, не оформляется отдельным решением, мы записываем в протокол поручения администрации, в котором прописываем сроки поручения, фиксируем текст этого поручения, ну и контролируем его исполнение. Так, до конца года депутаты должны подготовить предложения по округам на основные 500 тысяч и 200 тысяч дополнительно. Их предложения изучит ДГХ. По поводу второй поправки гордуми должны предоставить дорожную карту реконструкции стадиона также до конца года. Кроме того, по итогам заседания Думы изменили форму проведения торгов на рекламные конструкции с конкурса на аукцион. Проект решения разработали депутаты Евгений Михеев и Петр Смирнов. Торги в новой форме пройдут в марте следующего года. Дополнительные средства на выплаты неполным малообеспеченным семьям и повышение заработной платы работников в бюджетной сфере выделит правительство. Подробности в следующем репортаже. В этом году по инициативе президента заработала новая мера поддержки неполных малообеспеченных семей. Родителям, которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 17 лет, ежемесячно выплачивают пособия. Его размер равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем это 5,5 тысяч рублей. Сейчас такие выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растет более 1 миллиона 300 тысяч детишек. Чтобы они вовремя получали положенные им средства, правительство направит еще почти 14 миллиардов рублей. Также кабинет министров выделит свыше 12 миллиардов рублей на повышение заработной платы работников в бюджетной сфере. На заседании правительства Михаил Мишустин дал поручение министру труда и социальной защиты Антону Котякову взять исполнение решения под личный контроль. Минтруд создаст рабочую группу по разработке мер поддержки работодателей, которые повышают зарплаты сотрудника. Такое решение приняли по итогам выступления главы ведомства Антона Котякова в Госдуме. Также народные избранники рассмотрят вопрос повышения зарплаты младшему персоналу бюджетных учреждений. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Центробанк предлагает ввести упрощенный порядок возврата денежных средств пострадавшим от мошеннических операций гражданам, сообщает РБК. Размер суммы определит Банк России. Для этого пострадавший должен уведомить банк о мошенничестве не позднее следующего дня после уведомления от банка о проведенной операции. Порядок расчета компенсации ЦБ не раскрывает. Сейчас эта сумма менее 8% от украденного. Кроме того, Центробанк намерен предложить значительные изменения в процедуре подтверждения банками операций в случае, когда они видят признаки мошенничества. Регулятор собирается дать банкам право списывать деньги по ним по истечении одного-двух рабочих дней, несмотря на согласие клиента. Гражданам, которых ранее осудили за тяжкие и особо тяжкие преступления, запретят работать водителями в такси с 1 сентября следующего года. А перевозчикам не разрешат брать на работу лиц с уголовным прошлым. Пакет законопроектов правительства в первом чтении приняла Госдума. Речь в законопроектах идет о тех, кто вышел из тюрьмы и у кого судимость не была снята в результате амнистии и не погашена. Рождественский пост – один из самых важных для православных христиан. Он начинается в конце осени и заканчивается на Рождество. О традициях и обычаях поста нашей съемочной группе рассказал протоиерей Владимир Кузнецов. У православных продолжается Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Он длится 40 дней – с 28 ноября до 7 января. Последний день перед постом приходится на День памяти апостола Филиппа. Поэтому Рождественский пост еще называют Филипповым. Он готовит верующих к светлому празднику Рождества Христова. Рождение ребенка в семье – это чудо, это радость, это надежда на то, что этот маленький человечек вырастет достойным продолжателем своих родителей. А рождение Спасителя – это чудо, которое объемлет Вселенную, потому что этого события ждали многие тысячелетия. Рождественский пост призван подготовить человека ко встрече с Богом. Церковью предусмотрены ограничения в пище животного происхождения, но при этом в Рождественский пост разрешается рыба. Конечно, еда – это лишь вспомогательное средство, ведь суть истинного поста – это изменение себя. Духовная составляющая должна быть приоритетной. Поэтому в дни поста нужно постараться побольше молиться. То есть вот если мы не находили время для молитвы, то надо постараться, чтобы это время было выделено для молитвы, для богообщения. Постараться почитать духовную литературу, по возможности регулярно ходить в храм. В дни поста важно не замыкаться в себе, но увидеть и тех, кто рядом, уделять внимание добрым делам и благотворительности. Многие спросят, а как же в пост отмечать Новый год? Священнослужители говорят, что во всем важна мера, а праздник – это хороший повод собраться всей семьей и вместе проводить уходящий год. А стол можно сделать и постным. Соединить можно и даже, я бы сказал, нужно, но все это должно быть разумно и, скажем так, воздержано. То есть, вот как мы говорили о том, что пост является средством, но в то же время сохранение мира, любви, согласия внутри семьи тоже является таким немаловажным моментом в нашей жизни. Рождественский пост завершится 7 января праздником Рождества Христова. Воспитанница детской школы искусств Ксения Занина успешно выступила на всероссийском вокальном конкурсе «Арт покорения вершин», который прошел в Арзамасе. Сыровченко стала лауреатом сразу в двух номинациях. Подробности далее. Ксения Занина – новая яркая звездочка на творческом небосклоне. Воспитанница детской школы искусств делает большие успехи в вокале. 4 декабря в Арзамасе Сыровченко участвовала в вокальном конкурсе «Арт покорения вершин». Под руководством педагога Анжелики Ермаковой Ксения подготовила выступление для двух номинаций – эстрадный вокал и авторская песня. Я исполняла две песни, то же самое «Когда мы вместе», и исполняла песню «Ассоль». За песню «Ассоль» мне вручили первое место лауреат первой степени, а «Когда мы вместе» мне вручили лауреат второй степени. В номинации авторской песни Ксения выступила с композицией «Мы вместе». Ее написала выпускница детской школы искусств Валентина Кочкина. Ксюша уже исполняла это произведение на всероссийском конкурсе фестиваля «Единство». «Когда мы вместе» поем все песни, пустицы мира над землей кружат они. Еще в раннем возрасте Ксения поняла, что хочет петь, и мама отдала ее в детскую школу искусств. В творческом пути юную вокалистку поддерживают родители и друзья. В детстве я хотела стать певицей, знаменитой, но я даже не помню, что меня привлекало, но мне просто хотелось петь. Друзья на всяких конкурсах разных, то есть даже если они там не присутствуют, они болеют за меня, хотят, чтобы я выиграла. И родители тоже поддерживают. Также Ксения Занина вошла в десятку финалистов проекта «Первый шаг» в номинации «Юный вокалист». Сейчас воспитанница детской школы искусств готовится к суперфиналу, который пройдет 12 декабря в Нижнем Новгороде. 11 декабря в рамках чемпионата Нижегородской области по хоккею среди мужских команд высшей лиги Саров примет на своем льду хэкаурень. О том, как наши хоккеисты готовятся к игре, расскажем в следующем репортаже. В эти выходные Саров принимает на своем льду хэкаурень. Сейчас эта команда находится внизу турнирной таблицы. Хоккеисты не выступали в высшей лиге около трех сезонов. Они, конечно, могут сотворить сенсацию, но не с нами, считает тренер «Саровчан» Сергей Макеичев. Однако наши ребята расслабляться не собираются и к тренировкам подходят ответственно. Всегда готовимся. Любая команда, независимо, там первое место, турнирная таблица, последняя, всегда настроимся хорошо. Лидеров, прошлогодних чемпионов, финалистов обыграли. Говорим, чтобы корону на голову не одевали, что выиграли, молодцы. Сезон только начался, еще только пятый тур будет. Нагрузки в период тренировки наша команда распределяет дозированно. После матча темпы подготовки сбавляют, дают время ребятам отдохнуть, а к середине недели увеличивают. А перед игрой отрабатывают тактические моменты. Не менее важна для «Саровчан» и поддержка болельщиков. Уважаемые болельщики, уважаемые «Саровчане», в ближайшие выходные будет домашний тур чемпионата области среди мужских команд в высшей лиге. Мы приглашаем вас всех прийти поболеть за наших воспитанников, за своих детей, за родственников. Просто получить заряд положительных эмоций. И, естественно, не забываем про санитарные нормы. ХК «Саров» встретится с командой «Урень» в эту субботу, 11 декабря. Начало в 13.00. Вход для зрителей только по QR-ку, дам о вакцинации или об иммунизации, без возрастных ограничений. Во многих странах мира 9 декабря отмечают вкусный праздник – День кондитерских изделий. Мы привыкли видеть любимые лакомства на прилавках магазинов, но редко задумываемся, какой долгий путь они проделывают, прежде чем попасть на наш стол. О том, как готовят популярные десерты в пекарне «Сдобушка», расскажем в следующем репортаже. Мало кто устоит перед аппетитными пироженами, хрустящими круассанами и пышными маффинами. Даже при соблюдении строгих диет можно изредка баловать себя сладеньким. Часто ли вы задаетесь вопросом, как ваш любимый десерт получается таким нереально вкусным? Сегодня мы постараемся на него ответить, и для этого отправимся в сердце пекарне «Сдобушка» на ее кухню. Пока многие еще нежатся в кроватях, пекари и кондитеры уже заняты приготовлением своих рабочих мест. В 6 утра они замешивают тесто для любимых всеми пирожков и булочек. Так к 9 утра прилавки постепенно заполняются свежей выпечкой. Вот честно, я не могу как-то так вот прям, что вот это у нас вообще прям очень-очень, вот это не очень-не очень. Любят все, но в приоритете все равно вот есть такой медовик, наполевон, печенье киевское, мы не успеваем его делать. Даже заказали дополнительные формы. Вот это, наверное, вообще самое пиковое, трюфельное пирожное. На увлекательной кулинарной экскурсии мы увидели своими глазами, как готовят любимые десерты сыровчан. Рецепт тающего во рту киевского печенья прост и понятен. Для начала дробим орехи кешью, к ним добавляем муку и сахар. Сухая смесь готова. Затем берем яйца, нужно отделить белок от желтка. В белки добавляем сахар и взбиваем. А пока работает миксер, обратимся к истории рецепта. Это модифицированная версия киевского торта. Все, наверное, помнят вот этот вкус такого масляного крема и хрустящие коржи, без это кешью. Прямо говорю сейчас, вот даже слюнки текут. Очень все вкусно. Приготовила я торт. Так как процесс приготовления очень длительный, то для пекарни это не очень простой продукт. В новом рецепте было важно сохранить неповторимый вкус коржей. Так и родилось киевское печенье. А белки уже смешали с сухой смесью и с помощью кондитерского рукава выкладывают в форму. Теперь смело отправляем их в разогретую духовку на 25 минут и наблюдаем, как они зарумяниваются. Сейчас даже не обязательно идти за ними в магазин. Их доставят прямо к вашему порогу. Доставка у нас идет всей продукции с добушки, не только выпечка, и также мясные полуфабрикаты, бакалеи, молочная продукция. Заказ должен быть не менее чем на 1000 рублей. Тогда доставим бесплатно в любую точку города. Собрать заказ вы можете теперь и на официальном сайте zdobushkadefisarov.rf. Мы находимся в двух точках города – Торговом центре «Галактика» и «Элегант». Наш телефон – 8 800 101 96 96. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!